Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы расскажем о том, как организовать свет в интерьере. И начнем мы с такого важного помещения, как гостиная. Традиционно гостиная предполагает наличие люстры. И здесь есть поле для творчества. Не стоит вешать скучный светильник. Проявите фантазию. Эта модель имитирует орбиты планет. Можно создавать разнообразные композиции, комбинируя круги 65 и 100 сантиметров. Еще один момент. Он висит на тросах, поэтому создается впечатление, как будто он парит в воздухе. При этом в одном из тросиков произведено электричество. Но вы точно не скажете, в каком именно. Создается иллюзия, что он горит сам по себе. Еще один момент. Количество кругов и угол наклона вы можете спланировать сами. Тем самым определить нужное количество света. Но помните, данный светильник играет больше декоративную функцию света. Для того, чтобы в помещении было достаточно светло, его нужно дополнить другими источниками. Подбирая свет для нашей люстры, не стоит забывать про концепцию колец. Светильники из коллекции «Космос» отлично подойдут для нашего света дизайна. Важный момент. Они монтируются на этапе черновых работ. Центральная часть – это на самом деле элемент светильника. Поэтому будьте внимательны и выберите цвета вашего потолка. Еще для люстры «Минк» подойдут светильники круглой формы. Они могут быть крупные или мелкие. Главное, чтобы они не спорили с основной доминантом. Не забывайте, любой интерверт будет неполным без настенных светильников. Они должны быть в унисон с нашей люстрой.